1 2 гриба мхана 345 армен идет грибы искать 678 кто пойдет по следу одинокому сильные да смелые головы сложили в поле в поле в поле в бою потрясающая акустика вообще вот здесь вот прям с гитаркой и все и все будет просто супер грибы вы где я вас ищу дорогие друзья приветствую вас 1 августа 2022 год и я приехал в сосновые бары на несколько дней на два дня на сегодня и на завтра хочу сегодня и завтра собирать массово грибы и ягоды посмотрим удастся ли мне это и обязательно кстати фильме я скажу где именно я все это добро собираю приятного вам просмотра посмотрим сколько можно собрать сколько может быть это денег стоит в нынешнее время может быть постараемся перевести в деньги в общем смотрите и получайте максимальное удовольствие от просмотра и от этой сказочной неземной красоты начинаем наш поход начинается буду собирать до талого до последней капли сил по полной программе выложусь максимально думаю будет вам интересно погнали в этот супер сказочный лес время 4 утра и какое чудо я встречаю сосновом бару опа и подосиновики теперь боровые пошли в сосновых барах вот это классно это хорошее начало это хороший знак вот это чудо то были белоножковые подосиновики что до этого фильмах были а теперь боровые подосиновики пойдемте быстренько туда поищем посмотрим что есть еще что это за чудо такое стоит друзья прячется в белом уху ножка но шляпка торчит надо сфоткать и тогда сорвем вот я его раскрыл этого красавца веточки убрал чтобы вы могли видеть истинную красоту этого гриба кстати там мух сидит он уже на откладывала там но я думаю что ничего страшного он довезется потому что не успела на толком ничего отложить и прогнал и вот такой вот шикарный боровой подосинник видите у него мякоть сзади даже темная яркий представитель хотя есть и со светлой мякотью как вот до этого грибочек был как правило такие они и со светлой мякотью и с темной мякотью а под моем расшел его санга и я какое вы видите это два здесь три здесь же 4 но вот это тут мы брать не будем он уже себя изжил а а вот этот вот пойдет вот он давайте маленького потому что мы его точно возьмем так и посмотрим вот на этого ну это вроде крепкий но посмотрим такого за улитки вот два справа возьмем а слева под вопросом но уже первая полянка в сосновом бару по подосиновикам супер грибочки потихонечку вылезают и вот это вообще неожиданность маховик зеленый в сосновом бару даже не на просеках а просто в бару в зеленом ху я такого еще не видел обычно они здесь растут на противопожарных просеках а сейчас они пошли тут представляете такие разные грибы сейчас идут я еще колпак кольчатый видел для многих для многих это любимый гриб в соленья но то есть начинают вылезать обычно эти грибы всегда просто в дребезги червивые которые растут на просеках противопожарных просто настолько червивые что никогда даже исключения не бывает а вот в бару посмотрите какие они чистейшие маховички зеленые я даже сам удивлен конечно же в корзину нашел подосиновик чистенький очень хороший красивый об и тут стоит еще один вы представляете с каждым часом грибов все больше и больше растут прям на глазах солнце подымается и вот тоже это хороший гриб чистенький будет смотрите замечательно зачет кругом такая красота друзья просто сказка и когда видишь вот такое подосиновичек аж душа радуется в низинке видите ищет влагу наш грибочек но он идеальнейший ни одного прострела ни одной точки на солнце прям видно фантастический гриб фантастическая находка ну конечно же радуют такие полянки боровых лисичек вот она самая такая высокая лисичка но это еще не яркий представитель они еще себя проявят вот эти лисички очень любят кушать проволочник обычный червяк тоже бывает но прежде а вот проволочника в них очень очень много я сегодня замечал вот прям как-то очень 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 много но все равно чистеньких тоже хватает здорово вот эта поляночка а то что я сейчас вам покажу друзья это настоящая фантастика настоящий грибной рай мы с вами собирали эти грибочки в елово-сосновых лесах в березовых в липовых в дубах а теперь и в сосновом бару эта красавица пошла просто полянами но это только начало то что я вам сейчас покажу смотрите сросток сразу фигакс четыре грибочка пять даже дальше опачки что здесь это я говорю только разминка там впереди что сейчас я вам покажу вы обалдеете просто надеюсь вы корвалол уже подготовили с валерьянкой опа так даже здесь куда складываю я не заметил что вот еще одна лисичка проклевывается она идет прямо сейчас здесь надо так мог помять вдруг еще где пропустил вот это мощнявская такая классная вот это вот там даже ветка придавил ну то уже придавил это тот кусок уже не возьмем он уже все раздавленный но ничего страшного чего нам по этой мелочи переживать идем дальше смотреть на эту шоковую бомбу которая хочу вам показать готовы смотрите что там творится впереди это просто какой-то рай все в лисичке и даже вот под ногами может быть не видите вот уже увидели и тут еще там одиночные экземпляры есть но за ними мы не пойдем вот эту поляну соберу при вас вот вторая полянка вот сюда буду складывать это какая-то немножко отломанная лисичка была но ничего это даже нет не двойная одиночная настолько мощная в рифму одиночная настолько мощная вот и попались вы мне лисицы длинноногие огроменные черничники смотрите черник прям тут много есть нельзя иначе живот заболит поэтому ее только собирать я в другом месте соберу это пусть кому-нибудь достанется например диким зверушкам есть определенные люди которые якобы переживают за жизнь диких зверушек на самом деле они за них не переживают они просто хотят что-то написать не знает что вот эта лисичка испорченная я ее не беру видите она вся мокрая вот эту возьму еще а вот эту нет она вся она уже пахнет пахнет неприятно что мы делаем прячем в мох ни одного следа не оставляю вот она это хорошее дальше смотреть об вот она какая вот это прям мощная все мог закрыли все красиво сколько же нам ее собирать друзья как вы думаете я там отложил на самом деле то теперь сюда складываю смотрите ой какие красавицы это уже классические лисички боровые лисички вот они вору их очень очень много это все еще впереди сейчас так мы по мелочи развлекаемся опа здесь конечно елочки дают прохладу поэтому в самом бару пока их немного а там где есть примесь елок вот они создают задерживают я бы даже сказал влагу здесь более теневая такая сторона то есть тенечек образуется и грибочки конечно здесь сейчас получше идут потом они конечно и в бор пойдут когда дожди прольют дело даже не в дождях дожди это много было дело в том чтобы жара спала например сейчас я собираю с вами грибочки а температура 25 градусов сколько мы уже настрегли и это еще не конец далеко вот это вот тут соединенная испорченная а мы испорченные грибы конечно не собираем мы только хорошие собираем поэтому все испорченные такие грибочки или кусочки мы не берем вот здесь даже она поджарилась несмотря на то что в теньке видите мы сейчас все равно будем сортировать я еще буду чистить запутанная стоит а вот это вот вот так вот все распутали кривая лисичка довольно таки здесь поэтому она путается везде так как бы мне это все взять и туда он кинуть мог поэтому можно кидать лисичка не ломается естественно да никакой гриб здесь не сломается на коленках вот так пробирает смотрите ползу ползу за этой сказкой так ну что так это не все еще это же я должен вот это соединить но прежде чем соединить надо еще сходить за той кучкой в общем сейчас все это принесу самое первое помните я там штучек 5 было не сюда положить ну вы только посмотрите но это полянка вот это я понимаю и она еще больше надо те тоже приплюсовать будет побольше это же поляна но уже с другой стороны елочки и сюда надо пролезть мне чтобы показать вам такие крутые грибочки тиньки посмотрите вон она грибница вон она плесень смотрите смотрите какой гриб подсушенный даже о но очень-очень качественный вот это длина лисички огроменная длинная лисичка дальше здесь еще 2 вот здесь дальше она уходит к солнцу я сам покажу так все забрали все закрыли все красивенько после нас и вот здесь под елочкой подарочек виде лисичек вот это я понимаю еще одна кучка и и вот здесь вот двойная или тройная пока не пойму за три ножки держу значит тройная но просто космос что творится друзья вот это нарвался так нарвался а в бару и и вообще еще мало сейчас мы добавим эту красоту наш корзинку которая обновлена уже и вот пополняется вот такой вкуснятиной видите как красиво и смотрите что я здесь вижу прямо не отходя от корзинки как говорится не отходя от кассы еще четыре пять грибов тут еще мелкие вон они оказывается под мхом это уже все вот штук семь суммарно и по моему что-то там желтеет здесь уже тенек до желтеет грибочек лисичка так 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 она двойная немножко поломанная такая растет но мы и конечно заберем и вот эту длинную тоже возьмем ну собственно вот так вот вот так они здесь растут и поверьте мне здесь бывает намного больше грибов намного более крупные поляна чем то что пока что я вам сейчас показываю но это это начало здесь еще лисички не было вот это круто как там считалочка помните из фильма ужасов раз-два гриба мхана 345 армен идет грибы искать 678 грибочки вылезти попросим 910 конкуренты никогда не попадаетесь армену на грибном месте на ходу придумал друзья где мои грибы всех порежу лес конечно же фантастический красивый загадочный интересный гулять по нему одно удовольствие сплошное ну вот только посмотрите какая красавица толстоногая об и тут кучка фокус как кучка оказалось не кучка оказалось две достаточно крупные от они они вот так вот чудесные грибочки и как же я не заметил это чудо я же здесь уже проходил а вот сейчас нахожу вот такой вот грибочек и это под березовичек видно муха там личинки отложила но сам гриб очень плотно крепкий белоножка вы смотрите белоголовик на толстой ножке берем традиционная голубика а вот здесь вот растет сорт но кто смотрит мои фильмы давно те в курсе вот такая голубика желтая здесь буквально у нее тут пару кустиков вот смотрите вот это желтая видите это спелая уже чуть-чуть завела то есть это не то что она не поспела это сорт такой вот видите она не зеленая именно желтая потому что если была зеленая она была бы не спела естественно пару кустиков здесь растет хотя вот если спросить меня то голубая посочнее будет это более такая сухая напоминает больше ту которую продают в магазинах выращенную то есть она не такая сочно сухая ну конечно и это и желтый голубая который растет вот таком замечательном лесу конечно же вкуснее любой магазинные ягоды это касается не только голубики но и черники да и клубники до всего не сравнивайте пожалуйста все что в лесу самое вкусное самое натуральное без каких-либо химических добавок что за сказка друзья вот эта природа и посмотрите какой кустик голубики попадается мне даже еще и зелененькая но мы конечно будем только спелый срывать вот это кустик это я понимаю все не облачная даже курточку так накинул уже жарко то есть температура в районе 25 градусов но на улице очень приятно то есть сейчас может быть я куртку сниму футболки похожу а потом к вечеру одену сразу вот так вот ну и будем заполнять вот эту корзиночку который уже начинает заполняться а вот она соседство разных сортов голубики видите это овальная такая вытянутая есть прям совсем вытянутая вот например больше жимолось напоминает по форме да и по вкусу кстати тоже видите овальная а вот здесь вот например вот она совсем круглая форма другая крупная она тоже есть то есть круглая она тоже бывает крупная вот например смотрите но видите форму у них это круглая такая больше как вот напоминает ту которую продают а это овальная вот как жимолость вот например тоже вот с этой стороны уже сплошные такие круглые овальные то есть вот она то есть овальная а вот они круглые но оба сорта очень вкусные хотя овальная мне больше нравится но ее поменьше здесь какой лес смотрите чудо вот здесь должны желто-бурые подосиновики стоять чуть правее сидит бабочка лишь бы не спугать на цветущим верески и шмелек нектар берет с вереска смотреть бабочка вообще какая красивая тоже улетела муравейник вытащили зеленую голубичку только что видел как это делали в ямку она попала они и вытащили сейчас будут наверно перекатывать и оттаскивать от муравейника видите сразу в целая куча пытаются растолкать двигается ягодки но утащит куда они денутся сейчас все вместе так стараемся без хвостика собирать видите и вот это все тоже убирая лишнее чтоб было все очень очень чисто ну да практически уже полная корзиночка немного но попадаются вот полянами вот здесь вот не очень много сейчас буду перемещаться вновь вернулся я на сбор голубики чередую сбор грибов со сбором ягод вот тут очень хорошие кустики попадаются и даже вплотную вкуснятина и еще очень крутой кустик весь в ягоде собираю очень быстро собираю но качественно но и в заключение пришел свой супер черничный лес пособирать чернички здесь все в черничнике все зеленое это все черничник но посмотрите где-то много где-то не очень но есть кусты прям видите 50 это мелкая где-то крупная здесь например еще крупнее видите очень хороший черничник полдоносит каждый год и этого одного места достаточно чтобы об собирать кучу ягоды но здорово же ой красота в лесу услышал шорох а это маленькая гадючка ползет ко мне и посмотрите на совсем не боится спряталась смотреть он куда поползла вообще ко мне тут поползла вот так надо быть очень внимательно черничники такое происходит частенько я заметил услышал слава богу облачно время 9 вечера и вот такой вот друзья у нас с вами итог вот так я пособирал ягоду и грибочки два дня на грибочки конечно ушло много времени давайте посмотрим голубика собирала руками часов 9 по времени большая корзина я в нее обычно грибы складываю на помещается сюда в районе 30 боровиков смотрите если очень крупные боровики то 20 вот это огромная корзина практически самая крупная но здесь вы видите здесь все в лисичках чуть меньше десяти подосиновиков и пару маховиков ну в общем 10 таких грибочков элитных балетовых грибочков губчатых но подосиночки конечно попадаются вот такие шикарные но и конечно же последние полтора часа сбор черники руками чистейшая ягодка получилось все очень красиво бывает конечно и больше урожая у меня но в этот раз я собрал много грибов надеюсь вам все понравилось друзья увидимся дома в принципе не прощаемся зависим сколько килограмм ягод я собрал друзья ну а вот тут получилось видите ягодку разложил четыре килограмма ягоды один килограмм черники и три килограмма голубики офигенная классная суперская дорогие друзья я уже дома вот так выглядит сушеная лисичка но это не все конечно же еще и мы пожарили в общем родственникам тоже раздал очень вкусный гриб значит главный вопрос где же я собирал давайте сделаем на этот раз именно так напишите мне в комментарии ваш инстаграм либо ссылочку на соцсеть вконтакте либо пишите свою почту и я в личном сообщении обязательно вам отвечу где собирал такую красоту хочу понять вашу активность сколько реальных комментариев от живых людей ну и к тому же не хочу распространяться на скажем так всеобщее обозрение рассказывать где именно собирал я такие замечательные грибочки давайте в этот раз поступим так надеюсь вам было интересно вам все понравилось мне например очень понравилось классно в лесу просто фантастически приятно гулять грибочки красивые но все самое еще конечно впереди это только начало слоя сосновых барах так что надеемся что будет все очень очень круто подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии с удовольствием отвечу на все ваши комментарии а ваша подписка на канал будет для меня приятным бонусом большое вам спасибо за просмотр вы у меня самые лучшие скоро увидимся дай бог вам здоровья удачи счастья любви и всего самого самого наилучшего и только позитивного и светлого